Все хотят гелик Жесть А оригинальный пробег у него какой? Это машинный пробег, мне не существует Денег хватит Просто переспрашивай Не надо переспрашивать Вы хотите, чтобы мы вам кинули еще сверху денег? Что-то у него весь капюшон в крови Сними вот это Ты обманул меня? Мне кажется, он просто пытается мне внушить, что эта машина хорошая Потому что ты здесь какую-то долю получаешь И хочешь его слить побыстрее У меня сейчас слезы в глазах наворачиваются, когда я смотрю на эти машины На лечение одной кошки 800 тысяч рублей И за это вы продаете гелик Мне сердечко прям растаяло, оно хочет вылечить ее Мы приехали Вот такой человек, муравейник Чтобы посмотреть тачку А что именно? Гелик до миллиона рублей Короче, ребят Вы мне написали огромное количество комментариев Я их всех почитала и подумала Так, что может быть максимально хайпово до миллиона рублей? Контентообразно Ну, конечно же, это гелик Все хотят гелик После особенно какого-нибудь физрука, после Нурминского Все хотят гелик Гелик это машина вне марки Она, знаете, вот особняком стоит И сюда мы приехали как раз-таки за ним Мы пообщались с владельцем до этого Он устроил небольшую истерью По телефону Сказал, что мы ему просто звоним Как он сказал? Он сказал мне А вы приедете с автомехаником? Я говорю, нет Ну, а вы же в машинах не разбираетесь Я такая, от чего вы взяли это? Ну, вы в геликах не разбираетесь же? Я говорю, нет, я разбираюсь в машинах Он такой, ну, чего вы мне почем зря звоните? Такая, думаю, нормально Короче, я надеюсь, что он Он с такой, знаете, предвзятостью Вот он секса Короче, он дискриминирует женщин Сейчас мы будем играть милую девочку Чтобы потом сбить цену Видите, я даже надела нормальный топ И готова пойти в бой Вообще, я очень нервничаю, Коль Потому что я никогда, во-первых, не ездила в такие районы Я никогда не качала за тачку То есть, когда я покупала М-ку Я приехала уже на все готовенькое Типа, мне оставалось только положить кэш на стол И можете верить, можете нет Но я с утра даже ничего не ела Потому что я настолько сильно этот момент Меня настолько трясет от него У меня прям мандраж дикий Блин, я сейчас увижу, как он подходит И я представляю, как физрук такой идет Ну что это? Алло? Да, здравствуйте Вот я звонила вам по поводу Гелендвагена Подскажите, сможем сейчас посмотреть Я нахожусь как раз по адресу Там этот, как вон Есть аптека Вот где 43 маршрутка разворачивается Ну, конечная Я вижу мини-маркет, мясо Там вот такие белые фургончики стоят Я в них мало насоображаю Вот, ну в общем, где 43-е? Спросите 43-е, конечно Я маршрутке 43-е Это около аптеки А, ну что-то видим, да Аптека как называется? Просто аптека? Я там через 5 минут подойду туда Потому что потом к машине А вдруг он пьяный спустится? Говорю, я не хочу с ним разговаривать Блин, это же опасно Надо еще если камеру увидит Вообще будет оттас Единственное оружие, что у меня есть Я могу удушить только вот этой цепью И то я сейчас душу себя Но это я так проверяюсь То есть я всерьез не буду делать Но это точно не Вот это чисто винлаб, видимо, это его аптека Здесь вон аптека, и там здесь вот А, вот оно Серьезно, Гелик будем около... Около... Остановки покупать, что ли? Блин, это ужас какой-то Мне это дико страшно Гелик за 777 тысяч 777 рублей Как ты думаешь, нам получится у него скинуть там 777 рублей? Он еще и 85-го года Жесть Это дизельный Гелик 85-го года На автомате 330 тысяч километров пробега Владельцев ППТС всего 3 Ну окей, мистер Торга нет Где вы? Моя задача не умереть при этой встрече У меня сердце колосится, как будто я сейчас экзамен сдавать буду Мне очень интересно, какое состояние у этого Гелика Потому что следующий Гелик, который мы поедем смотреть Это Гелик синдиката Дубровского синдиката И там типа 38 тысяч пробега Так что если что, у нас есть запасной вариант А мы около до остановки стоим Здравствуйте Ангелина Я покупатель Впервые в своей жизни Наяву я увидела персонажа, как из фильма ужасов Прожженный жизнью человек, который пробудил во мне животный страх Я не знаю, насколько можно об этом говорить и правильно ли такое говорить Но, когда ты видишь подтеки крови на лице Когда это лицо все перекошено Последнее, о чем ты думаешь, так это о машине А вот на машине все сделано так При максимальной простоте, удобстве и обслуживании Он отвечал кое-каким А оригинальный пробег у него какой? Эта машина пробег не существенный, не важен Если хотите, посмотрите Ну, вроде там 300, что-то 1000 показано было А что по подвеске делали? Я сказал Все, полностью Ну, то, что я не ретисну, то я сделал Окей, а можем, ну, дернуть, посмотреть, открыть Сиденья, они тоже 63 Дни 60 А, и перешитый салон, да? А? Перешитый салон Ну да У меня дочка на нем ездила по, да По участку, ей 8 лет Ого! А можно я, да, попробую присесть? Ну, посмотреть Внутри уже можно? А вы мотор, мотор будем будет смотреть? Будем, будем Держи посмотри, салон Нет Это самый дубовый мотор из всех, которые можно придумать Там любой дядя Вася из подворотни Его может сделать, отремонтировать Ну, вот я вижу коррозия там на этих, на порогах Слушайте, просто вы сейчас видите, да? Это стоят котеечные дела По сравнению с тем, что я сказал, какие работы были проведены А вот мосты, извините, да? Каждый мост отремонтировать Вот сейчас Если вам пойти сейчас кому-нибудь, да? Где-то уравнение 200 тысяч он обвязывает За один мост Немцы сами сюда приезжают за трехдверными геликами А в чем их такая прям ценность? Это мулька такая, отдельная фишка Мулька? Именно трехдверка Именно у гелик Ну да, он редкий Редкий, нет ни у кого Вот И тем более, если эту машину, да? Если деньги есть, сразу, блядь, у человека, да? Я ее вообще хотел переделать 6 на 6 Ого Если специалист соображает, что-то о чем я говорю? 6 на 6, да, это серьезная тачка А почему не 4 на 4? Она больше подходит под оффроуд А это же Помпей А вот эти распорки, это что-то? А это мои дела Это я сюда оставлю Как багажник, да В нижнем уровне А если не секрет, а почему продаете? Ну, видно, что вы любите машину Видно, что я разбираюсь в этой машине Ну, вот, плохо разбирался со здоровьем Теперь приходится с таким бойцом расставаться Потому что, ну, с этой машиной даже пацаны подходят, прографируются То есть у нас на автомате, это она изначально так шла? Да, с завода Ну, для меня это плюс, Коль Потому что я на механике плохо передвигаюсь Но, как я знаю, на гелике лучше он такой С механикой, он прям профильный получается Да чушь Практически все, что мы ему говорили Он встречал отрицанием С ним невозможно было построить конструктивный диалог Ой, ну, здесь место, в принципе, в порядке так Более чем, да? Да А потолок как будто перешитый Ну, в хорошем смысле А, то есть он в таком хорошем состоянии дошел? Прикольно То есть привод на перед, на перед Полный привод Повисаешь, понижайка, понижайка Ну, они переключаются, да, рабочие? Потому что бывает закисают А, и магнитола все есть Основная фраза какая была? Ну, чтобы все поменяли, я просто переспрашиваю Не надо переспрашивать Окей Мы просто, кстати, тоже проект собираемся делать Вот, вы нам подкинули классные идеи 6 на 6 Денег хватит Как вы думаете, сколько потребуется денег? Ну, лям полтора Сейчас быстро как-то завести его не получится, да? Надо будет, так сказать, аккумулятор Ну, 5-7 минут Ну, мы можем подойти, постоим здесь, подождем вас Огонь, вот там еще что-то припустило Огонь, вот тачка вторая Да Блин, что ли У меня такие двойственные ощущения внутри Видишь, я неспроста спросила, почему машину продают Ты же видел? Да понятно, да Ну, что ты, механик Механик, смотри, чтобы двигатель в порядке был Ты что переспрашиваешь по несколько раз? Ты что, одного раза недостаточно? Схватывать на лету надо Масло имеется Работает как швейцарские часы Я как девочка, просто для меня, как для эстета важно, чтобы она была в хорошем состоянии в внешнем Поэтому к косметику нужно будет положиться Да, мы используем технику По крайней мере, чтобы объедить, допустим, на этой машине Да, скажите, что это денег не за 20 миллионов машина, да? Но в то же время не лоховская машина, да? Которая там, приехал глашок какой-то там, начальник Не лоховская, да Да Как думаешь, надо снижать цену? Я вот не знаю, человеческий, по-человечески я не хочу А 770 это конечная цена, да? Я пока не вижу обильного своими выделения Мне кажется, если бы не Коля АК-оператор, АК-механик, я бы не смогла сторговаться Этот мужчина давил на меня одним своим взглядом А аура вокруг него была очень зловеще Мы смотрим вообще Геленваген до миллиона рублей Чтобы в него вложиться там еще сколько-то И чтобы он был прям крутой Здесь он требует вложений по косметике То есть по технике он вообще шикарный, вопросов нет И круто, что простая техника, то есть не нужно будет с ней возиться По косметике нужно будет работать с кузовной Поэтому, как эта модель и конкретно вот этот экземпляр Он шикарный по технике, круто Вот, но нам нужно тоже думать и просчитывать, сколько денег уйдет на... Да вы бы наоборот сказали, слушай, вот тебе десятку сверху еще, да? И отдавай никому Потому что нам такая машина нужна Почему? И объясняете, почему? И тут я поняла, что он начинает жестко набивать себе цену Хотя изначально речь шла вообще о снижении прайса Я в шоке Вы хотите, чтобы мы вам кинули еще сверху денег за эту машину? Если мы захотим брать ее Это мы не хотите, это ваше желание То есть это ваше... Жест доброй воли Можно воле сказать, а можно намерение, да? Там как сказать, потому что... Ну хорошо, мы должны... Вы приехали сюда, чтобы смотреть тачку, купить и... Вот мы посмотрели, вы сейчас, как, кстати, накрутили эту информацию Вы сейчас мне говорите, что вы сейчас едете смотреть машину на коробке механики Если вам без разницы, механика коробки или коробка автомат, да? Вы уже не покупатель для меня То есть тебя будет воспринимать по этой машине Короче, на такой тачке хоть Монако езжай, там все будут сегодня это впускать Я понимаю А у них нету коротышей, понимаешь? Я была в Монако, там был один коротыш такой, причем переделанный У меня в предыдущей машине приехал человек покупать гелик, да? Из Голландии Целенаправленно приехал в Москву Из Голландии приехал в Голландию Чтобы посмотреть этот гелик И начал со мной разговоры водить Ну вот подскажите, вот мы приехали, насмотри на эту машину А за сколько мы ее можем купить? Не, 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 не Как звать тебя? Ангелина Ан... Ангелина Ага Уже, понимаешь, посмотри, такая дорогая ложка кобелев Правильно? Так Вот когда человек вытаскивает уже, так сказать, в рельгенную пачку, да? Которая ему ряжка же будет То же самое, ну и вы И они сейчас вытащили, знаешь, определенную сумму И показали, сказали, слушай, будем разговаривать, нет? То есть наличка привести, деньги? Конечно, кеша, только кеша Первое впечатление нельзя произвести дважды Я могу тебе сказать, что мои первые, смотри, на машину, прошли просто ужасно Неужели все оденься геликом в такие странные? Если бы он начал говорить, что Вот, инвалиды второй группы на ките Я не знаю, как ввести себя в такие ситуации С одной стороны, мой ангел на правом плече у меня говорит Ангелина, ну да, ты видишь С другой стороны, я понимаю, что он неправильно поступает Он давит на живое, зачем он это делает? Понятно, что это, наверное, некорректно обсуждать Но, как бы, обратил внимание там сначала на внешность Потом увидел там дополнительные у него изъяны Ребят, и мы не будем, как бы, акцентировать на это внимание Просто это было очень заметно И когда ты стоишь вживую и ты видишь У тебя очень, мега не по себе становится Там прямо такие подтеки крови Да, то есть у него весь капюшон в крови И я смотрю на это и не понимаю А что за болезнь? А почему он продает машину? Передается ли эта болезнь по воздушно-капельному пути? Ну, это ужасно, конечно, ребят, говорить о таком Но если бы вы были на нашем месте Вы бы думали о том же самом Вот о том же самом Я, типа, девочка, которая разбирается в машинах, ну, как-никак Чуточек А я рядом с ним почувствовала себя настолько, знаешь Вы знаешь, где я училась, он преподавал И не просто преподавал Он, блин, нафиг, ректором был этого места Ну, сколько нужно вложить в его внешку, вот, серьезно По технике вообще я офигел, как он с полуточка завелся Да, а вот так будет с следующим геликом, мне интересно Я боюсь, что нет, потому что я такого не видел Ах, не, ну, тачка прикольная Ну, блин, там опять пахнет как-то не очень Я понимаю, что это все можно будет убрать перешивом салона Но вот я залезаю, там прям, знаешь, пахнет такой старостью Такой прям какой-то вот нафталином таким прям Я так не люблю это Да, но я думаю, что такая ситуация будет с любой машиной таких годов Просто ожидание и реальность вообще не состыкуются в случае с тачкой до ляма рублей Потому что я ожидала примерно вот это Вот что меня ждет за один миллион А получается пока только какой-то трэш Просто перекрестите меня и держите за меня кулачки А кулачки можно держать пальцем вверх вот тут и в комментариях, ребят Спасибо Ну что, мы приехали на вторую локацию смотреть тачку По ощущениям тачка до миллиона должна выглядеть вот так Это мои уже такие убеждения Потому что мы смотрим машины до ляма И они все очень далеко от Москвы Типа мой лук, если смотреть обособленно от ситуации и от местности, в которой я нахожусь Это типа, ну, тренд сезона там Все эти вот изики, ботеги, куртки кожаные там Вот эти вот леггинсы Все на стиле А сейчас я как будто приехала вот в этот вот Ничего как бы не имею против этого района Просто выглядит все очень уныло Я приезжаю сюда и понимаю, что я одета, ну, как будто Ну, как будто какой-то я петух Ты сможешь нарисовать, кстати, на этом? Ими такие, прошу, вот ваш гелик С таким бантиком, кстати, такая О, спасибо Так, это должно в автосталоне мечты быть? Это, наверное, не... Это какой-то ароматизатор воздуха Гаражно-стояночное хозяйство Содействие развитию Какое здесь может быть Содействие развитию, скажите мне Я вижу его Это что такое? Это супра Ну, я чую, что здесь все тачки Как раз дулям продаются где-то Чувствуются прям в воздухе До чего меня моя жизнь довела? Я просто... Как я вообще на это согласилась, Коля? Там в студии вы, наверное, видели Насколько у меня горят глаза Насколько прям я воодушевлена Что-то будет круто Такое путешествие С закрытыми глазами И она меня так зажигала Сейчас я стою и понимаю Что? Что, ты Ford Focus мне показываешь, что ли? Мондео? Кэпатаж знаешь? И что, бизнес-модель на нем Вот это таксовать? Короче, мы приехали вот за этой лайбой Эта лайба стоит 890 тысяч Что-то типа того В ней 38 тысяч пробега Это дизельный 300-ый гелик 91-го года Что я на нем смотрю? Тоже порог есть, видишь? Я сейчас все тачки с порогом выбираю Чтобы можно было стоять И потом так Это что такое, блин? Ладно, если я уж ввязалась в это Что? Какой ужас Это что за прыщи нераненький? Как я понимаю, все тачки здесь до ляма? Ну, практически, да В основном до ляма Но есть два экземпляра, которые перешли эту планку Ничего себе У меня сейчас слезы на глазах наворачиваются Когда я смотрю на эти машины И представляю, что я на какой-то из этих тачек должна ездить А какие у них ключики были в 91-м году? Это что, ключ от двери, что ли? У меня такой же ключ от входной двери Я тебе серьезно говорю Ну, я слышу звук открывающегося елика Он будет сразу породистый Сразу скажу, он дизельный На механике О май год Это будет сложнее всего, конечно Это что за звуки будут, Лёх, что? Тормоз Так, заведется? Сейчас свечи накалу прогреются Что нагреются? Свечи накалу Какого кала? Ого, там монитор есть? Конечно, камера за ней всегда работает Офигеть Я здесь просто, юбок Вот у меня это Бронестекло, нормально Коль, не умирай Мне еще нужен Все А в нем точно 38 тысяч пробега? Просто он звучит как будто это Там под 400 тысяч перевалило Ну, все вот внешние изменения, которые у него есть В ПТС все внесены А какие? Я не заметила просто внешних изменений Во-первых, колеса То, что он лифтован Вот эта вот часть Крыша А, типа он сделал под оффроуд? Да А, и как 4х4 гелик сделан? Да То есть это фактически первый в своем роде Гелик 4х4 Тут есть очень хорошая одна вещь Крыша откидывается И он как кабрик будет Ты что, серьезно? Он как гелик этот Ландуле? Да Офигеть То есть вот это вот все снимается, да? Да Ребята, это реальная находка Это гелик ландуле Если что, такой стоит Ну, минимум лямов сейчас Ну, 20 такой стоит будет Ну, если он, конечно, породистый Но этот самодельный тоже классный А ты умеешь на нем ездить, да? Если что? Мы не убьемся Такие у него шурупы там прям На зеркалах заднего вида Все, Коля, пока Коля Сними вот это Там прям чуть-чуть, да? Не пройдет? По-моему Ну, там проходит Не может такого быть Блин, выйди сам посмотри Ну, это жесть Ну, это жесть Ну, это жесть Офигеть Там просто миллиметр, реально Ну что, дорогие друзья Это гелик 4х4 в его самодельной версии 91-й год, 38 тысяч пробега Дизельный На механике Самое удобное в нем, знаете, что? Потому что вы открываете бардачок И у вас в бардачке сразу Вся его проводка, которая вот Нужна, важна для работы В принципе, из самого современного Что есть в этом гелике Это вот этот монитор, который Показывает все, что есть сзади А поверьте, на такой махине Очень важно понимать Что сзади тебя У него не опускаются окна Это как вообще? То есть, я-то думала, знаете Обычно нужно вот так вот так наяривать Чтобы со стороны вообще Это смешно выглядит, наверное Чтобы опустилось стекло А у него даже так стекло не опускается Еще он жутко воняет Я даже не знаю, что Что воняет жестче Моя М-ка воняла без капитализаторов Или вот этот вот дизельный гелик Возможно, если сесть на эту сидушку Даже если ты это сделаешь в джинсах У тебя появится сиденье Охигеть! Ты только посмотри! Что это такое? А, это его номера Ну, я сюда тоже садиться не буду Но здесь получается сколько посадочных мест? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять Ну, короче, девять посадочных мест Вообще, в идеале, сюда поставить бархатный пуфик красный И чтобы я вот так на него аккурат Но, так как у нас нет других выборов Спасибо, Коля Можете представить, что вот этот тент Он снимается То есть, он может быть реальным геликом в ландуле И я буду чисто, как диджей Калит Ездить и кайфовать на нем Вон туда приблизь У него реально деревянная ручка А сколько он стоит? Семьсот один у нас А десять тысяч скинете? Ты видела, как у меня уже Я просто впервые Ладно, человек, торгую Как вас зовут? Костя Костя, Ангелина, очень приятно Я впервые, как бы, покупаю тачку сама И торгуюсь тоже впервые сама Поэтому для меня очень сложно человеку сказать Давайте подвинемся на цену Поэтому, видите, я тренируюсь А вы мне очень хорошо это помогаете Поэтому, как бы, он и облез, наверное Представь, я на каблуках Там, на лабутенах Залезаю вот так вот сюда Это же как нужно залезать каждый раз Вот так вот Вот так вот А вот это что? Это стеклоподъемные стеклопуски А, те самые Из-за которых не работаю Да, можно починить Что, смотрится нормально? Костя, ну что Мне, в принципе, тачка понравилась Она максимально эпатажная Короче, мы ищем эпатажную Максимально контентообразную тачку С которой можно пилить Пилить и делать это круто контент И что мне в нем реально кайфануло Это крыша, которая снимается Это вот это вот огромное Огромный клиренс Всегда может, в принципе, поместиться Какой-то карлик, который пройдет под тачкой И там еще 9 посадочных мест То есть я не знаю, что мне делать С таким количеством мест Я не буду возить в футбольную команду, но У него крыша откидная Это прям вот, ну А мы искали Блин, мы искали Реально же мы искали Этот кабрик на лето И вообще кто бы знал Что будет такой кабрик Это как бы незаметно Но если ее снять И просто там сидеть и встать И люди понимают, что это гелик Но у нее нет крыши Это вроде как бы кабриолет Но это круто А что вот это вот за штука такая? Когда ты едешь по оффроуду Чтобы вода не зашла в воздушный фильтр Воздушный фильтр у тебя сверху То есть ты можешь на оффроуд ехать спокойно Вот То есть, короче, я могу в принципе на нем заехать в реку И мне ничего не будет Да, главное оттуда выехать Ну это мы сумеем Гидроудара не будет А в полах там дырки Какие дырки? Нет дырки? Нет, это нормальный пузырь Да Ты обманул меня? Здесь дырка Я требую не минус 10 тысяч, а минус 20 тысяч Я могу объяснить, что это Ну, логически думать Это сделано для того, чтобы просто уходила вода Потому что, мало ли, будет затоп Вода, естественно, приедет в салон Это водослив Это нормально Ну, потому что тачка подготовлена для оффроуда Ну, это нормальный Сдаешь заднюю, да? Ну, хорошо, Кость Но, в принципе, тачка мне понравилась Ну, короче, ты меня видишь, как девочку За рулем вот этой машины А, это уже ко мне вопрос, да? Да Мне сказал Костя, что у него вот эта вот крыша Она открывается То есть он без крыши Да, нифига прикольно Это переделали? Это передел, конечно, не из завода Да-да-да Просто по тенту Да вот, круто, прикинь, как По лесам, по полям Мне кажется, он просто пытается мне внушить, что эта машина хорошая Потому что ты здесь какую-то долю получаешь И хочешь его слить побыстрее А тебе нет, интересно Ты думаешь, можно еще это отгонуть? Слушай, ну, это он Как общаться? Как глазки построишь, Костя? Блин, я не ту кофту надевала, походу, сегодня Вот если бы ты покупал этот гелик, давай так И ты бы хотел его восстановить вот в идеал Ты же шаришь по тачкам и по всем этим вопросам Ну, я бы, наверное, его не покупал Ты начнешь с этого А, то есть ты мне советуешь его купить, а сам вот ты его не покупал Двойные стандарты вот Тебе же это лазит там, нет, по лесам, по полям Единственное общее, что у него есть с новым геликом Это вот это Все Больше ничего общего с геликом новым у него нет В общем, я выдыхаю Сейчас я переосмыслила все, что я увидела в том автосалоне И конкретно по этому гелику, ребят, хочу сказать, что Впечатления очень двоякие Как бы, понятно, что тачка максимальный кастомайз То есть нету такого второго гелика Но, блин, ты садишься и понимаешь, что столько людей побывало в нем После этого гелика я поняла, что я нахожусь на дельте Я как бы на распуте Ребят, я реально не знаю, поэтому нужен актив от вас И ваше мнение в комментариях Набросайте свои варианты Что мне выбрать? Фургон, чтобы сделать из него большой проект Внедорожник по типу гелика Или же купешку, либо кабрик, чтобы ездить и краховать летом Газуй По-царски Короче, ребят, я приехала в Питер, чтобы здесь найти новую тачку Потому что, по моим ощущениям, Питер, ну, здесь большой рынок авто И, может быть, что-то интересное И я посмотрела, пошпионила за какими-то геликами Долям рублей, поняла, что здесь вообще нету ничего А если есть, то все-то настолько уже невкусное Насколько капучино на овсяном молоке Короче, суть в том, что сейчас я выезжаю Какую-то, чтобы найти какой-то гелик Который вообще в куево-тутуево Ну что, поехали Почему? Почему каждый просмотр гелика за лям Заканчивается каким-то очковском И сейчас я нахожусь в промке Это промзона Где что-то строится Там вообще кладбище находится Блин, что-то у меня бурж-халифа Моего настроения медленно становится И с вертикальным в горизонтальным Парень или мужчина, который продает этот гелик Сходу начал отвечать со смайликами То есть он уже нормальный Доброжелательный Сейчас я пытаюсь гадать, кто же на этот раз будет показывать мне гелик Как выглядит владелец Но кто бы мог подумать, что это будет... Это еще не мужчина, это женщина Евгения Андреева Окей Ну-ка, может она войдет в мое положение И скажет, и у нее будет интересная история Но женщина на гелике, это всегда интересно Алло Алло Алло, здравствуйте, Евгения Вот я звонила по объявлению, мы подъехали Стоим по локации А вы машину видите? Нет, машину мы не видим Но мы сейчас находимся около 166 дробь 3 166 дробь 6 Слушайте, а давайте вы выйдете на шоссе И я вас сам подберу А, ну даже так? Ну хорошо, давайте мы обратно к шоссе выходим Хорошо Я представляю эту женщину, знаешь, такую Байкерша Такая Которая носит в своей сумочке Бубинцы своего мужа Короче, мы приехали не по адресу И нужно сейчас доехать еще 20 минут И это, блин, такой кринж Потому что я и так ее заставила выехать на какую-то трассу И мы все не можем найтись А это богом забытое место И мы, ну она даже не понимает о каком То есть она ищет меня в одном месте А мы оказываемся в совершенно другом Ну второй раз я не буду записывать подводку Что я иду рядом где-то с трассой Тут как бы и так все понятно Это были самые сильные в моей жизни Первые секунды знакомства Девушка влетела в кадр Чуть не снеся Колю Оу Нет, нет, нет Выпускай Добрый день Мы прям так резко подпрыгнули на нем Я даже не услышала его издалека Воу По управоду как должно быть Здесь такая еще жесткая подвеска Ну я еще забил сильные пружины поставили А, специально до Карелии поставили Да Для того, чтобы на кочках не сжать на тормоз, а сжать на браз А у вас тут кофе разлился чуть-чуть Ничего страшного Если вы его купите, можете потереть Куплю А сколько владельцев по ПТС? Наверное, миллиарда два Там по ПТС такие владельцы были, что в один день несколько менялось Это было пару раз По-моему, 8 владельцев А почему решили с ним расстаться? Эту информацию я могу сказать, но вы не поверите Это какой-то шок-контент? Ну типа того Когда я услышала эту историю, к моим глазам подступили слезы Вы покупаете новый? Нового кузова? Не хватает шестого Ну он сейчас в отвес не ехал Ну я просто скажу, вы скажете о нас при этом Давайте, мы ко всему готовы, в принципе Мы уже посмотрели несколько геликов до вас Поэтому к чему-то уже готовы Она болеет На ее лице лечение нужно 800 тысяч рублей На лечение одной кошки 800 тысяч рублей? И за это вы продаете гелик? Ну это достойно очень Прям респект и уложение Болезнь вернулась, поэтому надо в два раза больше лечения В два раза больше денег А это обычная дворовая кошка? Да Ну это я только могу из миллиарда кошек в Санкт-Петербурге взять свою больную Да Ну я шокирована, Коль Я прям шокирована А вы прям такой геликолот, да? Да, я люблю старинные тачки Мне было настолько непривычно видеть девушку за рулем такого зверюги Я была поражена Как она разбиралась в каждой микроскопической детали этой тачки Респект Блин, ну это по сравнению с тем, которое мы смотрели, прямо век технологий Ну это прямо все время, что-то современное, да? Мы в Москве смотрели 85-го один зверя Там прям вообще Тоже дизелек? Да, но там прям это жигули прям вообще, можно сказать Ну это на 63-й, там 62-й двигатель Да-да-да, 63-й Но как раз таки там дедушка такой уповал на то, что эти двигатели вообще не ложатся Еще будут жить 10-15 лет и переживут нас всех Дедушка был прав Ну по сути, да Это тоже надежный мотор Все топливки я переделала То есть никаких моторков, трубочков нет Что-то у меня, вот эта вот трубочка А это не дурно Чтобы лучше тормоза были, я поставила М и БМВ в вакуумник Ого! Я просто обладатель М5 Е60 была в прошлом И вот М у серии, это моя любимая, да? Ну, чтобы получить тормозил, нет проблем У старых геликов тормоза нет А вы сейчас своими руками делаете? Нет Вы просто так разбираетесь хорошо, как будто можете полностью разобрать и собрать мотор обратно Чисто теоретически БМВ точно могу Чтобы полностью разобрать и собрать Мы как будто приехали в семью Доминика Таре Да, да, вот такое ощущение А, люк не работает Я его даже не пробовала открывать А, люк есть, да? То есть два провода соединяешь и он отъезжает? Или как? Да Что, возможно, вы его потом не забудете А, ну будет такой, климат-контроль 10-10 Смотри, он очень хороший То есть это прям вариант Я была просто в шоке от того, что девушка, не стесняясь, откровенно вываливала инфу о том, какие есть недочеты у этой гели Что нужно подправить и сколько это будет стоить Хотя, казалось бы, ей это было не на руку Все промобилено А, окей Фалькоп есть? Чтобы всех БМВ-дрочеров садрать не было А он, и... А вот сиденье оно только для водички А, то есть, ну, машина эгоиста Как обычно БМВ бывает, но сейчас гелика То есть он назад едет, я чувствую, а вперед он едет Все, автомат вижу Это уже хорошо Так, педалька Ищем педальку Он так подхватывает быстро Блин, ощущение топ просто Я как будто на троне сижу Он прям вообще кочки не чувствует Блин, очень хорошо Он такой Я причем хотела подъехать Я сначала думала, ну, это гели какого-то там 9-11 года Но он прям внешне хорошо Я его рубила, наверное Слайку дешевле, конечно, чем кто-нибудь Но я хорошую, хорошую тему пересмотрю Ну, Лили Тарташ Есть у меня злые чипы Блин, не много Чипа не чипы Да Он сейчас уже на чипах А, то есть он прокачивает, у него больше лошади, чем 100 Да А сколько у него? Ну, 100 или 177 сейчас, но 200 лошади Блин, вы так залетаете просто Ну, чему вообще все равно реально Так, у него подъездка очень проста Да Да, очень хорошо Там ничего сложного Ох Я просто так давно не ездила активно А тут на куляльной окно Я готова прям сейчас забрать Да 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 Давай Да Сколько вы подаете? Ну, как Печатать 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 Сколько вы можете там, либо подвинуться, либо это Ну, с учетом того, что у него есть Ну, я думаю, что он не может остановить, вам потребуется Это порядка 100 тысяч А, ну, где-то порядка 130 тысяч Ну, 120 тысяч Ну, это если расплачиваться на вам там, просто цех То есть все, да? Да Что, у вас ипотека? Нет Материнский капитал, да? Материнскому капиталу, да Ой 250 То есть, ну, где-то миллион 100 Ооооо, два Короче, миллион 130, это так Блин, ну он офигенный У меня сейчас внутри, как бы, борются две личности Одна говорит, ну, глянь, эта машина вообще офигенная Прям бери, то, что нужно под тебя А другая, там, говорит, у тебя есть рамки, в которых должно писаться Вот мне нужно подумать, как это преподнести аудиторию, понимаешь? А там могу выбрать подвозь и снимать за него А вообще есть там история, куда он перелетал, ну то есть как у него по лонжеронам там, да, вот это все. Ну все зазоры, все идеальные. Не, ну видно, да, что он так. Что он перелетал, а может бампер просто черканул, да? Непонятно. Все зазоры, все вообще. Я тогда его права, как раз вот на этой. Евгения, вы лучше познакомились? А, ну ничего страшного, да? Все, тогда на этот телефон, который я вам звонила, можно? Хорошо. Надеюсь, что Китя ваша выздоровеет и все с ней будет хорошо. До свидания. Хочется на нем уехать. Мне хочется, да, но мне нужно, понимаешь, у меня вот есть фреймы какие-то. Ты его просто сделаешь, ты его продашь там за два спокойно. Это, это не, то есть то, что мы смотрели у деда, это, ну, как бы он там не рассказывал. Ну, понятно, тут стоимость разная. Мы смотрели его за 700, это миллион 100, 400 тысяч разница. Но это, 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 это тачка. Ну, то есть это уже. Это реальный аппарат, я считаю. Это, это. Это вот реальный аппарат. Ну, типа я с собой даже налом такой не взяла. Ну, у меня, типа, с собой есть, ну, 1400, наверное. Ну, просто, ну, нет, ну, типа, если ты понимаешь, что это прикольно, то, ну, можно просто с ней договориться, там, какой-то залог оставить, там, хотя бы 10 тысяч. Это уже будет, что, там, ты планируешь его забрать. Ну, я к тому, чтобы он не ушел. Я бы перешила салон полностью. Я бы поделала пластик консоли. На консоли вот это вот все обновила. Потом, алькантар у него, кстати, идеально. Да, нужно починить люк. Но он даже не воняет. Это я бы не заметила. То есть во всех тачках, ребят, доля моя, самый ужасный для меня, как для человека, который привык к чистоте, уюте, в эстетическом таком окружении себя. Там в каждой тачке воняло жутко, прям, таким старьем, каким-то пердежем. Ну, просто биотуалетом. А тут пахнет абсолютно, вот, как будто ты, что здесь стоишь, что внутри находишься, там никакой разницы нет. Тем более такая история про Китю. Ну, блин, ну, это вообще, у меня так, у меня сердечко прям растаяло. Она хочет вылечить ее. Как будто ты отдаешь эти деньги на благое тело. Да, да. Она не похожа на человека, который будет врач, что у нее там, ей требуется деньги на операцию. Ну, блин, на самом деле, под вопросом, можно ли будет его продать за два, как ты говоришь. Потому что здесь у него полностью перешито сиденье, смотри, сделана приборка. Ну, не знаю, надо думать. Короче, ребят, произошел какой-то лаг с микрой, поэтому записываю так. Мысли об этом гелике не покидают мою голову. Я без ума от него. Цена гипернизкая для такого музейного экспоната. Пишите в комментариях свои мысли, что мне делать, какую тачку выбрать, и вообще, как бы вы поступили на моем месте. До свидания. До свидания. До свидания.